Привет всем дорогие друзья, с вами снова я RockJaker. Сегодня я поиграю немного в Doom. Да, просто хочу сделать какое-нибудь видео на этом канале, раз уж столько людей сюда пришло за последние пару дней, когда я перенаправил многих из вас сюда. Да и, судя по всему, как раз это та часть игры, где начинается ад, то есть до этого я был на вот этой станции, да, довольно много я прошел уже игры, получается, но вот последнее, что было, это меня засосало в какую-то хрень, даже не засосало, а просто экран весь стал белым и, судя по всему, я перемещаюсь в ад, это мое предположение, не знаю, на этом глава кончилась и я как бы даже и не понял, что будет дальше, я просто выключил игру, сохранить нажал, ну и пошел по своим делам, посмотрим. Ну, судя по всему, да, судя по всему, сейчас будет ад, что я, в принципе, предвкушал, проходя игру, когда же я уже отправлюсь в ад, хотя со станция в ее нынешнем состоянии на Марсе она уже напоминает ад. Кругом бегают какие-то гребаные вурдалаки, да. Еще раз приветствую всех, кто недавно подписался на этот канал. Я не знаю, как долго уже мигала эта хрень нажмите, чтобы продолжить игру, я просто не смотрел в ту часть экрана. Ну да, приветствую вас всех. Да, я в аду, я точно в аду. Именно так я себе его и представлял, честно говоря. Да, с дизайнерской точки зрения новый Doom, он более такой... Да, новый Doom, он более такой заточенный именно под геймплей, да, то есть здесь, так скажем, окружение, оно заточено именно под геймплей, чтобы ты бегал в такие арены, и они не слишком реалистичны в плане, вот была вот эта дизайнерская станция, я по ней бегал, и она не особо напоминала какую-то функционирующую действительно станцию, как это было, например, в Doom 3, которая гораздо больше внимания уделяла окружению в плане, вот, как бы выглядела станция на Марсе научная. Да. Вот. Этот Doom, он более такой арена-шутер, действительно, более завязанный на геймплее, на скорости и так далее. Вот. И в этом плане игра шикарна, но в плане именно окружения, конечно, старый Doom мне нравился гораздо больше, потому что там столько заигрываний с темнотой было, это было так потрясающе. Так, давайте возьмем какое-нибудь оружие с прицелом и просто попытаемся их убить, всех перед тем, как я сюда запрыгнул. Я люблю это делать, хотя я могу, в принципе, подбежать и покончить их с жизнями довольно быстро. Дробовик у меня прокачан, в принципе. Это что у нас? А, нет-нет, я зря вытащил бедзэкулу. Я уже пару дней не играл в Doom просто и забываю управление. Вот это пиздец, это какой-то ретранслятор из масс-эффекта миниатюрный. Какие же... Ёб твою мать, первое, что я сделал, это... То есть у него такая дача, что меня аж отбросило назад в пропасть. Лабаш. Где она, кстати? Вот она, да, пушка Гаусса. А, ну, абсолютно неизобретательное название, даже в Сталкере, блядь, была пушка Гаусса. Я косой член просто. Ладно, боеприпасов у нее мало. Обожаю это делать. Еще в чем гениальность третьего, вот этого нового дума состоит, это в том, что... Ох ты, бля. Гениальность нового, вот этого дума состоит еще в том, что... Вот эти милее атаки, он сделал частью геймплея неотъемлемой, потому что... Если ты в ближнем бою убиваешь противников, тебе добавляется здоровье, и тебе, по сути, даже бывает необходимо вступать в ближний бой. Это потрясающе. Это мотивирует действительно на полную катушку использовать близкие взаимодействия, наблюдать все эти вот жесткие расправы над противниками. Интересно, на самом деле, я не особо знаю, где я еще такое видел. Он просто умер, даже не дал мне добить себя. Ладно. Сейчас я придрочусь, ребята, и буду играть лучше, так что если кто-то из вас ругается на меня, пожалуйста, подождите, и все будет чики-пуки. Не, ракетомет я не буду брать. Возьму это оружие, стекло. Я по ошибке, по привычке всегда нажимаю квадрат, потому что... В большей части всегда в играх квадрат именно является вот этой вот ответственной функцией, кнопкой ответственной за эту функцию. Вот. Вот, сейчас я его добью. Отлично. Кстати, такого типа бойца я еще не добивал в ближнем бою, не думаю, во всяком случае. Кажется, я его достал, но не слишком. О-о-о, вот этого парня я знаю. Одни из самых докучливых ребят, как и есть. И что самое интересное, когда убиваешь их в ближнем бою, с них не так много здоровья падает, как я, они одни из самых опасных засранцев, так и есть. И это очень несправедливо. Найс. Тут также можно доставать бензопилу, я думаю, я достану ее в течение этого летсплея. По-любому. Это очень здорово, когда ты просто распиливаешь напополам своих противников. Это вот чисто по-думовски, так знаете. Это потрясающе. Не обязательно покажу вам этот момент, как это круто. Музыка очень здоровская в новом доме, она мне очень нравится. Ах ты ж, блядь, промахнулся. Да, и двойной прыжок очень улучшил геймплей. Не так давно я его, кстати, получил, но, да, он значительно улучшил удовольствие от всего процесса. То есть, сама динамика неимоверно увеличилась. О, еще, опять он бежит на меня. Вот у меня такой еще есть тройной выстрел. Тройной выстрел, это я апгрейд такой поставил, то есть, изначально он у меня не был доступен. Опять ты, точнее, твой друг. Он просто умер сразу. Правильно, хэдшот, три сразу попадания в голову, это, конечно, даже такой крепыш не выдержит. Я думаю, до сотни этот канал дойдет, даже перевалит, я думаю. И это, в принципе, уже неплохо. Да. Как я уже и говорил, тут будут публиковаться все последующие видеоблоги и Q&A, то есть, ответы на вопросы. Это что за пиздец? Контрольная точка, желтый череп взято. Что я буду с ним делать, интересно? Может, это какой-то ключ? Все-таки ад, наверное, оперирует по каким-то другим законам, нежели эти лаборатории с их электронными ключами. Да, тут, наверное, череп куда-то вставить надо. Кому-нибудь ванус, может, его надо вставить, я даже не знаю. Ага, ну да, понятно. Ну, тот же самый, знаете, это настолько очевидно, что это даже смешно. Это даже как шутка такая. То есть, до этого я все время, у меня были желтые, красные карты, синие карты для соответствующих дверей. А тут то же самое, только черепа. То есть, они как бы этим говорят, ребята, мы все понимаем, что здесь происходит, а то, думаю, мы не будем париться с черепами. Теперь мне надо, точнее, с картами, с разными, с разными супер-концептами изобретательными. Но мне надо теперь желтую дверь найти. Я, черт побери, туплю, не могу ее найти, мне это раздражает немножко. Все-таки, и не особо вот. Помню. Ага, вот он, да, вот. А, черт побери, мне же надо смотреть на компас. Вот игре есть компас. Я все время забываю, я бегаю по этой игре, вот как вот, я не знаю, с чем это сравнить. Ну, как по игре, в которой нет компаса, как Dark Souls, например, да? Вот. Хотя ничего общего тут между Dark Souls и, думаю, казалось бы, совершенно нет. Графически игра выглядит потрясающе. Мне очень нравится, что они сделали с ней. А это, кстати, испытание, если я не ошибаюсь. А, нет, запись кодекса. Сюжет здесь тоже, вот, интересно. Он подается так, что, в принципе, всем похуй вообще, что происходит. Даже героям этой игры, которых даже героями не называют. То есть, здесь все настолько схематично сделано, и мне это даже нравится. Игра полностью осознает, что сюжет здесь никому не нужен в этой игре. По мини он не сдался никому. И, да, это осознание, оно ведет на пользу игре, потому что разработчики могли сконцентрироваться чисто на геймплее, чисто на вот этом ощущении. Бегай, выноси нечисть просто пачками, тоннами мяса. Да, это здорово, это куча клёвая такая осознанность того, ну, приоритетов, да, разработки. Она, на самом деле, порой, порой ее не достает некоторым разработчикам. Ой, блядь, это Химера сраная. Я ее так называю, не знаю, как ее действительно зовут. Но обычно такой класс, класс противника Химера называется. Ух, блядь. Чуть не улетел, нахуй. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у достал использовал ее просто в пустую ёбаный даунс а куда ты прыгнула а вот и химерка блять они меня зажали нахуй это шмара я ее сейчас с этой хрени вы о блять где она нет где ты ах ты сука на вот щас я игрогата по обломаю по дизайну она похожа на того демона из хеллбой 2 если кто из вас смотрел хеллбой 2 я думаю вы знаете ах ты ж сука да умри ты уже нахуй и блять еще два мало бы препар вот вот про эту пушку я говорил она медика нравится эта пушка она очень клевая этот уже проснулся черт я не успел его добить он как-то отличается кстати так 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 блять ты ты-то откуда вылезла сколько тут нахуй ёб твою мать это что за пиздец тут творится твою мать мало бы меня уже везде мало боеприпасов ракетомет нахуй а ты ж сука на тварь умри блять все я всех убил да ох ты ж твою же за ногу о да ну просто да вот вы видите сами дизайн да то есть это вот такие вот арены коридоры такие которые все очень за connection и между собой то есть такая система тоннелей до между которым можно двойными прыжками именно допрыгивать в определенных моментах то есть это просто все сконструировано для фанового геймплея и только ну то есть да и только говоря и только это может прозвучать как-то унизительно да в отношении игры но нет я полностью понимаю как бы задумку задумку тех кто создавал эту игру я абсолютно разделяю это хоть я и обожаю 3 doom но вот такой doom мне тоже нравится он же ведь более олдскульный в каком-то отношении получилось у них в этом наверное была затея то есть вернуть все именно в реале геймплея в первую очередь и да я могу понять я думаю свой прейс игра заслужила абсолютно заслуженно потому что это неимоверный фан так красный череп у меня теперь есть а нет у меня нет его это я просто нажал что-то открыл снизу судя по всему вот тот у меня проход открылся криво я спрыгнула там уже два трупа может не два вот так факус да это был портал я сел в портал даже этого не заметил синий череп синий череп не нужен синий череп поможет мне так открыть кузаки двери бам так я увлекся использование это оружие она по идее не бесконечная бам 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 на эту локацию я полностью узнаю да мне надо ох как это было красиво ох это что а это вот эти вот летающие головы это вот сверхсила какая-то у меня тут четырехкратный урон what the fuck где ты вот да о нет сам стреляешь ракетами а против ракет не особо крут методом тэээээк кто у нас тут еще остался уаааай Найс Ну-ка сюда Вот так вот What the fuck Motherfucker Вот, вот что я хотел вам показать Ребята, ну разве это Разве это не было Glorious, просто Glorious What the fuck Какого хрена Толстяк с огнеметами Ебаный толстяк What the fuck Как ты быстро преследуешь Звук тоже клевый Когда мало здоровья Он такой нетипичный, скажем Не похож на все современные шутеры What the fuck У меня очень изобретательный комментарий Половина из них состоит из причитаний What the fuck Но Другого я не знаю даже что придумать В такой ситуации И что клево, когда ты подходишь с разных сторон Разное добивание происходит Я знаю это супер крутое наблюдение Достойное лучшего из обзорщиков Но Оно Ну это действительно так Это клево Что они Заморочились Вот на эти анимации Ну правильно В принципе игра из чего Из этого она и состоит То есть Добивание Насилие В общем то Все это И вокруг этого И нужно было конечно Строить себе приоритеты По созданию данной игры Но Об этом я уже говорил И здесь ребята Не уронили шляпу Не уронили Вот То есть Менеджить Эмм Эти вот Прыжки двойные Это само по себе весело Просто разбегаешься Прыгаешь И Подрассчитываешь момент Куда прыгнуть Второй раз Это Да 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 Это все Потрясающе Кто здесь Это все оборудование Конечно мне Дикое Любопытно Просто узнать Кто оборудование Все это здесь оставил Наверное Другие Изследовательские группы Которые вот Сюда попадали Так же Как в принципе Это было и в третьем Думе Так Что мы улучшим Здоровье у меня Уже улучшено Давайте Броню улучшим Я их в принципе Равномерно Все улучшаю По мере Появления Этих улучшений Поэтому Вот Что это было Оооо Ребята Так 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 С этим мы разобрались Да Ад выглядит Просто прекрасно Как бы странно Это не звучало Ад выглядит Прекрасно Ох Блять Мне не хватило Боеприпасов На эту тему О У меня еще и замедление Когда я стреляю Через прицел На этой штуке Ох Как это приятно Ребята Если кто-то из вас Не играл в Doom Поиграйте Это Если у вас есть возможность Такая Поиграйте в Doom Это того стоит Черт побери Это мне напоминает Те старые добрые шутеры Безмозглые Просто Без каких-либо сюжетов И так далее Полностью акцентированные На удовольствие От геймплея Will Rock Сири Блядь Как он меня Сука Подрезал Will Rock Сириус Сэм Вот эти вот Старые добрые Пейнкиллер Ах Прелесть Давайте возьмем Что-нибудь посильнее Потому что здесь Вот ребята Будут Которые Не особо Дружелюбные За триггер Я отсюда Не смогу Да Но я смогу За триггер Таким способом То есть Вот так вот Да Сейчас мы Будем расстреливать Знаете Из чего Из пистолета Вот такой Троллинг Одного Убил Долго Конечно Долго И Совсем Неэффективно Но давайте Так С ними Разбираться Чтобы я мог На ту сторону Перепрыгнуть Спокойно Не бояться За свою жизнь Да Ой Не то Нажал Так 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 Дробовик Дробовик Вот Пушку Гаусу Давайте возьмем Что-то Я совсем Не использую Ей наверное Обидно Даже Ох Блядь Я этот Куст Принял За какую-то За какого-то Вдолака Который Подняв Флот Не несется На меня Не полное Что Захринение Так Что У нас Тут Ну я надеюсь Что хотя бы С двух Выстрелов Он его Вынесет А это Он стрелял В разные Стороны Типа Мог Своих Своих Сородичей Убивать Блин А чуть В эту пропасть Не улетел Из-за этого О контрольная Точка Это здорово Это здорово Дизайны Пехот Да Вот Этой Вот Человеческой Они Ну Включают Главного Героя Они Они Конечно Отдают Хала Отдают Хала Этого Отрицать Нельзя Но я не то Чтобы сильно Против Этого Они Изначально Были Похожи Между собой Хал И Дум Ну Дум Три Хотел В плане Вот Именно Представления Футуристичных Доспехов Футуристичных Пехотинцев Они В принципе Из одних Реали Немного Но Хотя Дум Конечно Он такой Более Инфернальный И более Такой Неуязвимость Надо было Мне ее Блин Позже Или раньше Брать Не сейчас Когда все Мертвы Ага Все Нашел Вот Вот И дверь Открыта Пожалуйста Так Давайте Возьмем Что-нибудь Другое Да Оружие В 9 Патронами Это Конечно Могло Взять О нет Нет Только Не эти Ссаны Летающие Головы Ненавижу Их Ни в Одной Игре Оу Щитные Оу Дружище А ты Здесь Наконец-то Ты Здесь Так Давайте Возьмем Что-нибудь Помощнее Что-нибудь Повнушительнее Блин Я сколько урона Так получила Так Хорошо Немножко Восстановился Самое Вселье Начинается Когда ты Уже Понимаешь Географию Карты Можешь Свободно Спокойно По ней Бегать Не Тратя Время На То Чтобы Смотреть Куда Ты Бежишь То есть Ты Уже Подсознательно Чувствуешь Куда Ты Бежишь Поэтому Да И вот В этой Игре Советую Конечно Чувствительность Всегда Увеличивать Потому Что Здесь Нужны Быстрые Повороты Особенно До Консольной Версии Необходимо Увеличивать Чувствительность Потому Что Обычной Чувствительности Дефолтной Тут Ну Не Хватит Просто Чтобы Как-то Компетентно Просто Играть Хотя Кто-то Кто-то Скажет Что Ты Сейчас Компетентно Не Играешь Рок Джокер О чем Ты Блядь Говоришь Хотя Сейчас Совсем Даже Напоминает Такую Ситуацию Ребята Быстро Устанавливаются Один Проебал Зря Просто Выстрел Полетай Оу Щит Прямо В голову Готов Походу Сейчас Будет Чикпоинт Нет Да Детка Это Что За Пиздец Очко Улучшения Оружия Найс Я уже Кстати Долго Давно Не тратил Очки Улучшения Оружия Запись Кодекса У меня Еще Одна Я просто Предвкушаю Чтение Распечатаю На А4 Буду читать Перед сном Буду читать Перед сном Кодекс Дума Вот это Испытание Кстати И мы Сейчас Попробуем Пройти До Этого Я проходил Все Иронические Испытания Нет Давайте Испытания Черт Побери Это Может Долго Занять Это Может Долго Занять Но С другой Сторон Я не могу Пропустить Испытания Поэтому Я думаю На этом Мой Летсплей Заканчивается Потому что Если Сейчас Буду Участвовать В испытания Это Можно Полчаса Растянуться Это Это Непозволительно Я не хочу Такой Огромный Летсплей Делать Но В любом Случале Спасибо Что Смотрели Этот Летсплей Я Надеюсь Вам Будет Уютно На этом Канале Да Опять С прибытием Всех Новых Подписчиков Спасибо Тем Кто Остается Из Старых Подписчиков И Давайте Давайте Наверное Прощаться Это Был Дум Это Был Джокер Как Я Раньше Говорил В своих Летсплеях Будьте Хорошими Людьми Да Играйте Хорошие Игры Пока